Если сейчас тебе кажется, что весь мир против тебя, конфликты на работе, незнанная во время сессия, непонимание близких, обязательно смотри наш следующий сюжет. Его герои – успешные, состоявшиеся молодые люди, такие же, как и ты, только с ограниченными физическими возможностями. Выводы сделаешь сам. Смотри в молодежный форум. Музыка – ее стихия. Наталья занимается вокалом больше 10 лет, не так давно создала свою группу. Стать настоящей рок-звездой девушке не помешали ограниченные физические возможности. Несмотря на них, Наталье удалось достичь всех жизненных высот. Я считаю, что в никакой ситуации нельзя отчаиваться, опускать руки. Это не повод сидеть дома, не повод ничем не заниматься. На самом деле у нас есть один плюс. Мы не работаем, у нас очень много времени заниматься творчеством и саморазвитием. Бордюры и ступеньки для Натальи тоже не препятствие. Девушка не только ловко преодолевает их сама, но и обучает других колясочников справляться с подъемами разной высоты. Мы прошлым летом проводили как раз обучение, мастер-классы небольшие, тренировки. Делали специальные искусственные препятствия, тоже лесенки, бордюрки, склоны из дерева. Внутренняя сила девушки помогла проявить разносторонние способности и многого добиться. Вокал далеко не единственное увлечение Натальи. Коляска не мешает ей заниматься спортом. Стрельба из лука не просто хобби, а путь к успеху. Завоевав первое место на межрегиональном турнире «Стрелы Енисея», Наталья готовится к чемпионату России. Стрельбой из лука я начала заниматься 4 года назад в Германии. Там я была на протезировании. В целях реабилитации, наверное, у них всех отправляют в данную секцию, потому что полезно для спины, для рук. Мы нашли тренера, точнее даже он нас нашел, потому что мы пришли просто пострелять. Он подошел с предложением, девчонки, а давайте заниматься серьезно. Успешно сложилась и личная жизнь Натальи. Любимая семья, 7-летний сын. В ее жизни есть все, о чем мечтает большинство из девушек, но имеет далеко не каждая. Молодые люди, подобные Наталье, создали в Красноярске свою организацию. Называется она «Талант». Один из активистов – Владимир Беляев. Инвалидность по зрению не помешала молодому человеку стать юристом, а помимо этого – лауреатом премии главы города за достижения в общественной деятельности, чемпионом Красноярского края по армрестлингу среди инвалидов. А еще Владимир – автор и исполнитель собственных песен. Организация создавалась в 2003 году. Целью организации была всесторонняя помощь гражданам, преимущественно молодежи с инвалидностью, в различных направлениях. В первую очередь это социальная реабилитация и адаптация посредством культуры. Название «Талант» говорит само за себя. У этих молодых людей талант помогать другим. Помощь инвалидам в обучении, трудоустройстве и творчестве они считают своим долгом, но относятся к этому с большой любовью и открытой душой. Не жалеть себя действовать, не падать духом, а искать пути, не опускать руки, а быть первыми во всем. Такие люди каждый день доказывают обществу и самим себе, ограниченные физические возможности не должны стать препятствием для яркой и полноценной жизни, а на меньшее они не согласны.